31 миллион 500 тысяч гривен и 85 тысяч долларов. Именно столько, по словам адвоката Януковича, было на счетах его клиента в Ощадбанке. В свое время глава правления банка Андрей Пышный заявлял о том, что у Януковича и Азарова на счетах якобы находится более миллиарда гривен. Теперь экс-чиновники судятся с правлением финучреждения. Напомню, деньги, кроме денег семьи, Украина уже несколько лет пытается вернуть еще одну крупную сумму 6 миллиардов гривен, украденных бывшими владельцами Надра банка, братьями Сигал. Одиозных бизнесменов, сбежавших из страны еще в 2008 году, обвиняют в мошенничестве и воровстве. Ранее они находились в розыске Интерпола. Почему это дело так затянулось, разбирались наши корреспонденты. Илья и Вадим Сигаль – одиозные братья-бизнесмены, фигуранты более чем 20 уголовных дел. До 2009-го владельцы банка Надра при этом все время оставались в тени. В интернете есть лишь одно фото скандальных бизнесменов. Братья Сигаль обвиняют в краже денег, выданных на рефинансирование Надра еще в 2008-м. Тогда, чтобы спасти крупное финансовое учреждение от банкротства, Нацбанк выделил 7 миллиардов гривен помощи. Однако 6,5 миллиардов гривен исчезли вместе с экс-владельцами банка. Сигали бежали в Россию. Правоохранители установили, что незадолго до банкротства Надра Илья и Вадим Сигаль вместе с бывшим главой банка Игорем Геленко вывели деньги на сотни подставных фирм. Выдавали десятки многомиллионных, ничем не подкрепленных кредитов. Только себе лично бизнесмены перевели 25 миллионов долларов бюджетных денег через латвийский банк. Именно за это воровство Илья и Вадим Сигаль были объявлены в розыск Интерпола. Одиозных бизнесменов также подозревают в связях с сепаратистами на востоке Украины. Их ближайший бизнес-партнер Александр Коффман, бывший вице-спикер парламента так называемой Новороссии и экс-министра иностранных дел террористической ДНР. Многие не исключают, что украденные бюджетные деньги через него братья Сигаль могли направить в том числе и на финансирование боевиков на востоке Украины. Несмотря на серьезные обвинения, сейчас братья Сигаль сняты с международного розыска Интерпола из-за недостаточных доказательств их вины со стороны Генпрокуратуры Украины. Сейчас братья ведут бизнес в США, а по некоторым данным один из скандальных бизнесменов недавно возвращался в Украину. Мы уже направили запросы о том, числятся ли Илья и Вадим Сигаль в розыске в Украине. И если нет, кто стоит за отбеливанием их имиджа? И почему украинские правоохранители, имея множество доказательств, до сих пор не вернули украденные 6,5 миллиардов гривен? Не смогли или не захотели? И кто дал команду прекратить поиск преступников? Ответы на все эти вопросы станут предметом расследования подробностей. Продолжение следует...